В какой-то момент родители вообще сказали, тебе пора работать, спорт тебе не нужен. Я был фанатом боев. У меня до сих пор коллекции боев всех на кассетах, на дисках, все UFC, все прайды. И знал всех досконально. Многие приемы я подчеркивал оттуда. И у него ноги завернулись, нож отлетел в нокдауне. Многое я подчеркнул в физкультурном институте, в библиотеке. И он ко мне подошел после схватки, пожал руку, говорит, я твой фанат, вот тебе моя футболка в подарок. И он поймал ахиллес сверху, начал дергать, и она хрустнула. Он испугался и приотпустил вот так прям. Заинтересовали все. Даже на наши тренировки приходил бронзовый призер Олимпиады Теннис Баев. Всех приветствую. Меня зовут Ренат Тибаля Ахметов, фамилия. Сейчас я, как сказать, учредитель, основатель клуба универсальной борьбы. История такая. Сам я занимался с 7 лет дзюдо. Тренировался здесь, в нархозе. Пришел в дзюдо. Просто привели родители на первую тренировку в 7 лет. Сказали, будешь заниматься. Ну, был гиперактивный, гиперактивный ребенок. Конечно, как буду. И все, как самый маленький там спортсмен остался. После меня больше ни раз туда не водили. Я сам всегда ходил пешком. Хотя ехать было, в принципе, не близко. Ну, полюбил спорт, понравилось. Затянуло. Тренера у меня сменялись. Сначала был тренер такой, подкованный тренер. Но в какой-то момент он ушел. Дисциплина у него была на высшем уровне. После пришел тренер, как человек хороший. Но тренировочный процесс оставлял желать лучшего. Но приучил этот тренер меня к самостоятельности. Наверное, здесь все-таки и зародился во мне какой-то тренерский... Ну, не талант, а призвание тренерское. То есть искал чего-то сам. В дзюдо я не добился таких высоких каких-то достижений. Принимал участие на чемпионатах республики. За тройку я проигрывал не один раз. Но разрыв по времени был достаточно большой. Потому что семья у меня обычная. И спонсировать мои поездки регулярные на какие-то соревнования никто не изъявлял. То есть в какой-то момент родители вообще сказали, тебе пора работать, спорт тебе не нужен. Ну, в грэплинг я пришел следующим образом. Поступил в физкультурный институт сначала. Да, еще и занимался дзюдо. Это было в 95-м году. Собирался сначала с органами связать свою... Но у меня не было военного билета. Ну и решил почему-то физкультурный институт. Поспособствовал тренер тоже. Немножко, да, помог. Подсказал что-то. Ойра Джумабаевич. Его зовут. Поступил, закончил. С удовольствием учился. Многому научился. Другие виды спорта попробовал. Виды борьбы и даже единоборства. Подрался на чемпионате Казахстана под боевому джиу-жицу Ирегу-миго. В 98-м году выиграл чемпионат Казахстана. То есть такая жесткая версия джиу-жицу. За эту версию я получил первого своего мастера спорта. В 98-м году. Понравилось. Очень полюбил бои без правил. Но не получилось поучаствовать. Тогда возраст не подходил. Какие-то они немножко подпольные были. Но желание было большое. Большое желание было. Я был фанатом боев. У меня до сих пор коллекции боев. Всех на кассетах, на дисках. Все UFC, все прайды. И знал всех досконально. Многие приемы я подчеркивал оттуда. Раньше интернет у нас не был развит. Приходилось все это искать. Где-то даже на соревнованиях. То есть здесь проводился, когда я был еще в джиу-до. Проводился турнир памяти Джандосова. Это был самый сильный турнир в Казахстане. Международный. Я был постоянным зрителем. Я даже не выходил в туалет. Сидел и смотрел эти схватки. Ну, был фанатом. Многие приемы подчеркивал. Даже просто из схваток. Уже начал понимать борьбу. Как и с чего складывается что. Очень любил партер. После того, как выиграл джиу-джитсу чемпионат Казахстана. Даже в джиу-до, когда я дальше выступал. Многие на тренировках жаловали, что это не джиу-джитсу. То есть какие-то болевые приемы, удушающие. А не это джиу-до было. Но многие не знали этого. Акцент ставился на стойку много у джиу-доистов. Но в партере, можно сказать, я был достаточно очень подкованный. Ну, понятно, знаний не хватало все равно. Многое подчеркнул в физкультурном институте, в библиотеке. То есть мне получилось так, что мама работала в офисе. И я всю эту литературу потихонечку брал и ксерокопировал. Бесплатно. У меня до сих пор сохранились эти ксерокопии. И изучал эти все приемы по картиночкам. Ну, потому что по-другому не получалось никак. Никакой тут видео, интернет, обучалок не было в тот момент. И, в принципе, получилась неплохая техника. В партере я себя очень уютно чувствовал. Меня иногда даже навали король партера на тренировках. После этого я занялся работой, когда родители сказали, что это не прокормит. Устроился в охрану. И дальше доработался до телохранителя. Водителю телохранителя. Там не получалось тренироваться. Но все равно умудрялся где-то там утром пробежку. И даже охрану, будучи этим, я тренировал. То есть в будке сидели ребята. Я их выводил там на снегу где-то чего-то. Какая-то бросковая техника. Даже был курьезный случай. Ребята-охранники, они такие физически не сильно подготовленные. Разные, и курят там. Но был случай, когда телохранитель там в два раза больше решил повыпендривался там перед ребятами. Что-то там повалять. Смотрим, мы там чем-то занимаемся. И решил побороться с одним. По концовке тот ему маленький ничего не дал. Этот устал, бедный телохранитель. Тот еще его и свалил. И на него еще сверху так сел. Тот не может подняться. И с окна смотрит шеф и балдеет. Это было очень смешно. Но понравилось. Там на всех я по охранникам, на всех соревнованиях участвовал. Гиревой спорт, армлестлинг. Рукопашку пытался выйти. Ну, не допустили немножко. Слишком у меня грязные приемы были. Был случай, на рукопашку я собрался выступить. В принципе, я хорошо прошел все спарринги. И первый тур в рукопашном бое там состоял из четырех противников. Которые там один с ножом, другой с палкой, третий с пистолетом. И парень, который с ножом на меня вышел, я просто не понял, что он хотел сделать. В основном там все подыгрывает чуть. Я думал, он будет делать тычок. Ждал этот прием, отработку какую-то сделать. А он так со всего маха, с размаха на меня прыгнул таким боковым. Я успел только нагнуться вот так. И он пролетел, развернулся. Я в бушидо, короче, обратную. И у него ноги завернулись, нож отлетел в нокдауне. Все там судьи сбежались, говорят, ты что делаешь? Я говорю, ну что, я что, отреагировал на действия противника? Мне дали в ноль баллов и на бое не допустили. Ну, поспособствовал там один человек, который знал, что я могу конкуренцию его ребятам создать. Он тоже поспособствовал. Слил. Ноль баллов. Хотя за меня там все разводили, бегали, хотели, чтобы я подрался. Потому что у меня друзья многие больших высот добились в рукопашке. Мы вместе двигались. После телохранительской работы я стал отдыхать. Начал задумываться о том, чем бы заняться. Ну, мне нравилось это дело. Я нашел место возле дома. Это был спорткомплекс Медина. Пошел, договорился. Думаю, что я буду тренировать. Джудо или что-то. До этого я пробовал тренировать джудо. И тренировал был опыт небольшой. Мне нравился партер. И я для себя решил даже... Ну, это правдивая история. У меня до сих пор эти все записи остались. Решил создать какую-то свою борьбу. То есть чисто партер. Может, потом переходящие какие-то бои. Назвал «Универсальная борьба». Написал объявление. Распечатал. Это было 2011 год. Хотел в 2010 открыть. Но травмировал плечо на футболе. Связку. Не мог просто. И в феврале 2011 года собрались. Ко мне приходили там в 4.30. Это днем. Ребятишки. Тренировал я в кимоно как джудаист. Ну, просто приемы показывал. Спартера, со стойки. Как таковое. Про джиу-джитсу я тогда еще сильно слышал, что бразильское джиу-джитсу. Бои без прав. Но я думал, это не борьба. Это все-таки ударка с борьбой. Ну, глядя на Грейси. То есть информацией не владел. Потом постепенно начали приходить ребята постарше. Уже костяк сформировался. Появились первые турниры здесь в городе. Они проводились на улице. Это были пластилин-турниры. Прям на асфальте стелили доян. И выступали. Я сам выступал. Получилось выиграть. Некоторые спортсмены выиграли. Ну, очень затянуло. И в какой-то момент один из парней, Арстан. Это Нуржанов Арстан. Пригласил потренировать. Он сказал, у нас там место есть, спортзал. Потренировать нас можешь. Я сначала думал, ну, где-то в подвале. Собрался мне потом дома. Говорят, ты что в шортах пошел? Ты оденься нормально. Ты же на собеседование идешь. Пошел, а оказывается воркласс. Они предложили, посмотрели. Спросили, что вы можете нам предложить. Мы хотим какое-то единоборство. Я говорю, ну, я вот... Год, наверное, это 12-11 может быть. Ну, поговорил с ними. Собрали мы этих атлетов их них. Инструкторов. Я показал, что это будет. В основном это упражнение. Уже появился интернет какой-то там. Понимание было. Какие-то упражнения. Отличные от дзюдо. Что-то из дзюдо. Ну, у меня были в дзюдо. Я всегда, когда тренировать начинал. Тетрадка была, где я записывал необычные упражнения. Какие-то парные, одиночные. Какие-то приемы, комбинации. Это все я вел. Невнички какие-то. Они еще остались. Они заинтересовались, говорят, давайте как назовем. Я говорю, ну, у меня универсальная борьба. Она говорит, ну, давайте назовем wrestling mix. Они решили, у них такой вот был. Чтобы там ни под кого не это. Все, давайте без проблем. А потом девушка, администратор, там, нашла в интернете grappling. Она говорит, есть такая борьба grappling. Еще пока здесь никто не знал про это дело. Я так посмотрел, раз. Бу. Это же вообще одно и то же. Я, наверное, grappling. И все. После этого назвали grappling. И понеслись тренировки по grappling в ворклассе. Но ребята были крепкие. Первый состав был очень серьезный. Все крепыши. Ну, вот черный пояс Рустема Шербеков. Он тоже был один из первых в ворклассе. Заинтересовали все. Даже на наши тренировки приходил бронзовый призер Олимпиады теннисбаев. Международники по вольной борьбе приходили. Три дня он сидел, смотрел на нас. Изучал, что за борьба у нас. Не решался бороться с нами. Рустема Шербеков все его затягивал. Пойдем к нам, пойдем. Он все с дзюдоистами цеплялся там. В оконцовке он пришел, поборолся. Но один из спортсменов моих его травмировал. Хотя тот был в два раза крупнее. Травмировал тот, не захотел сдаться. Он ему ахиллес открутил. Все. Международник-вольник ушел. Больше к нам не приходил. Но многим полюбили и остались. И крепкие ребята были. И силовики. Но силовиков надолго не хватало. Но всем понравилось. И мы развивались. Даже провели турниры сами. Воркласс. Очень хороший турнир получился. После этого понесло по течению. Дальше мы встретились с Тулигеном Кумаровым. Здесь сразу у нас так как-то совпало все. В какой-то момент мы как раз искали место для тренировок. У нас с клубом мы то туда, то сюда. Начало места не хватать. В наркозе мы взять зал. Тулиген предложил нам СШВСМ в Аксае. Все. Мы вместе начали двигаться. Оттуда поехали первый раз на Абу-Даби. Первый Абу-Даби я проиграл. А потом дальше больше уже начал выигрывать. Первый Абу-Даби почему я проиграл. Во-первых, я сгонял вес. Я всегда очень плохо гонял вес. И простудился. И в простужем состоянии гонять вес было очень тяжело. Еще нас объединили. Я по синим поясам боролся. Мне как раз Казахстан перед этим в феврале выиграл. По джиу-джитсу здесь синий пояс мне повязал. Эдсон Вандер. И поехал по синим поясам. А там объединили нас с Пурпуром. С Пурпурами. Со мной вышел парень такой физически очень подготовленный. С Новой Зеландией. Помню его. Биток. А я функционально вдохший. Стойки я с ним отлично отработал. Оказалось, я даже два балла вел. Но это было первый раз. Я даже не понимал табло. Я не видел такого табло ни разу в жизни. Я не видел, где чьи баллы. Никто не может подсказать. Все там где-то далеко сидят на трибунах. То есть это действительно неопытность. Первый блин комом. Все мои ребята выиграли. По белым поясам. Кто-то два золота забрал. И я проиграл тогда. Первый раз. Но в тот момент я чуть-чуть подсадил сердце. Потому что гонял вот это вот с гонка. После этого мне пришлось по молодым уже не бороться. А потом, как опытный, уже в следующие годы я постоянно выиграл Абудаби. По Пурпурам, по коричневым поясам. Первый свой чемпионат мира это было в 12-м году в Польше. Получилось так. Мы тренировались клубом с ребятами. И где-то промелькнуло объявление, положение, что отборный чемпионат мира в Астане. Меня уговорили спортсмены. То есть я сам даже не в курсе был. Они говорят, может, поедем. Сели на машину вместе, 6 человек. И поехали. Он остановил. Все, там получилось у меня выиграть и в кимоно. Первая схватка, кстати, была с Кусейновым Рамазаном в кимоно. Первая наша с ним встреча. И сразу с Зубром. Он мне чуть армбар не отодрал тогда. Но я выиграл его по баллам. И прошел дальше. Выиграл турнир и в кимоно, и без кимоно получилось. Отобрался на чемпионат мира и за свой счет потом поехал в Польшу. Тоже там была непростая история, но все-таки добрался туда. Сам один приехал. Язык толком не знаю. А поляки, оказывается, русские не очень любят язык. Но как-то меня язык довел. Иду уже там. Окается, в пригороде это все происходило. Не знаю города, не знаю страны, ничего. Иду. И тут навстречу газостанцы идут в форму. Я говорю, братаны, салам алейкум. А они проходят мимо, салам. Я говорю, я один. Давай я с вами. И с ними поехал. Они тоже приехали. Да, они по Панкатиону. Мы выступали тоже, ребята. Ну я сам один поехал. Ну конечно сейчас смотрю эти старые видео. Ну там красивый прием получилось выполнить. Есть такой Леборио. Он American Top Team тренировал. Бразил очень известный. Красно-коралловый пояс. И он ко мне подошел после схватки. Пожал руку. Говорит, я твой фанат. Говорит, вот тебе моя футболка в подарок. Она до сих пор у меня сохранилась, эта футболка. Флорида, American Top Team. Вот с ним у меня фото, там все дела. Ну там я с травмой был. Но все равно выиграл. Третье место, два третьих места. Это первый мой чемпионат мира. И это была очень такая серьезная заявка. Ну в основном, конечно, смотря сейчас техника была, ой-ой-ой, какая отставшая. Но хитрость была там одна. У меня от джидо остался черный пояс. А пояса другого у меня с собой не было. А пояса нет же. А джипцеры там выступали. С Польши уже там коричневые пояса. И я этот черный пояс навязал. Зудаистский, пошорпанный там весь. Ко мне сначала приходит... Первая у меня схватка была в кимоно с коричневым поясом из Италии. Сейчас он какой-то известный там пояс. Ко мне даже со мной фото, итальянцы подходили, как-то встретились. Говорят, вы нашего пояса выиграли, черного, знаменитого. Ну, получилась такая ситуация. У меня была травмирована колена, я вообще не разминался. Боялся, разминался, потому что на разминке первый день у меня оно хрустнуло, и все. И я обезболивающий принял и пошел бороться. Второй день я не стал разминаться, и оно... Ну, как было. И он поймал ахиллес сверху. Начал дергать, и оно хрустнуло. Он испугался и приотпустил вот так прям. А его нога тоже у меня, у нас 50 на 50 позиция была. И я ему все из дури вкрутился конкретно. Он закричал, правда, потом спросил меня, бро, you okay? Я говорю, братан, спасибо, все нормально. Ну, победа моя была, блин, тогда. Ну, такая вот победа. Ну, а хрустнуло Голеностопино. Хруст. Может, чипсы повлияли. После этого поляк, хозяин соревнований, коричневый пояс, подошел ко мне, видит черный пояс. Он говорит, у нас с вами следующая встреча. Я говорю, да не переживай, давай, хорошо, поборемся. Это полуфинал был. И я по-колхозному с ним отборолся, конечно. Он забрал мне спину из-за души. Я на ногу выходил, выходил, откручивал, все равно. Короче, я проиграл эту схватку. Но за тройку я утешился, пурпура убрал. Ну, конечно, глядя на те техники, которые раньше были, это было чисто физическое желание, подготовка. Дурь. Через боль, через все пройти, но выиграть. Сейчас оборачиваюсь, конечно, если владеет техникой, которую сейчас более-менее понимаю, по-другому совсем боролся бы. Но это опыт. И как-никак авторитет для ребят. То есть со мной начали здесь приходить фототься. На любой стороне я поеду, они там со мной все фотоются, ребята молодые подходят. В тот момент, да, в звездный час мой был. Также отобрался вот за счет этих побед на всемирные игры бойцовские. Попал в восьмерку сильнейших грэплеров. Ну, в тот момент я уже сильно не мог тренироваться там, у меня были проблемы со здоровьем. Но так как я завоевал эту путевку, и до последнего, то есть неизвестно было, поеду-не поеду, и потом добро дали, что я отобрался в эти восемь человек. Я поехал. Ну, плохо отборолся, скажу честно. Травмировался опять. Альберту Дураеву проиграл. И фсишнику. Ну, после этого вот уже больше по ветеранам. Они готовились очень серьезно. У меня как-то такой подготовки не было. Я просто тренировал ребят, и все. Они прошли несколько сборов, там, все дела. То есть они были подготовлены. Я просто вышел как есть. Я не должен был там выиграть. По профессионалам последнего? По молодым, да, это... Нет, я потом еще выходил. Кубок Казахстана выходил по ЮВИ. Выигрывал. Нет, по ветеранам нет. И сразу и по ветеранам, и не по ветеранам поборолся. Выиграл тогда тоже. Сделал свой любимый упор стопы. С Кареном Пашикяном тогда встретился первый раз по ветеранам. А Дураевым как проиграли? Дураевым? У меня любимый прием – рычаг колена со стойки был. Со стойки он зашел за спину, обхватил. Ну, я, как всегда, немножко затянул, немножко с этим делал. И нырнул туда, в этот момент он меня осадил. Жестко осадил, я воткнулся и повредил ребра. То есть это был небольшой нокдаун. Я очнулся, он уже за спиной. И я увидел просто его ножки вот здесь. Я зацепил эти ножки, начал тянуть, ему было больно. Но я решил убрать отсюда руки, чтобы добавить еще колено натянуть. И в этот момент он меня уже хорошо перехватил, еще и потянул резко. Я просто хорош. Все, я мог бы дальше бороться, но травма не дала. Пошел в больницу. Все, после этого он вторым-то достал. Поляку проиграл. Куб, потому что это первые буквы аббревиатуры. Клуб универсальной борьбы. Понятно, что на английском это Universal Wrestling Club. Ну, нас начали называть кубинцы, нас знали как кубинцы и все. Поэтому куб. Поменять название, ну, не знаю, не доходило никак. Если бы появился какой-то, конечно, спонсор, мы бы его, наверное, имя назвали или как. Потом в какой-то момент какие-то ребята отделились, отошли. Появилась Казахстан Топ Тим. Когда-то это было National Team, потом Казахстан Топ Тим. Ну, вот. Айдар Тулебаев тоже мой ученик. И многие ребята, вот. Ну, я только за. Все мы должны двигаться дальше, прогрессировать. Я никогда никого ни к чему не подталкиваю. То есть это всегда должно быть желание спортсмена, человека. Если никогда никого ничего не прошу. То есть стараюсь своим примером показать всегда, как, что. В принципе, мы все как одна семья. То есть я гибкий в общении. Любимчиков у меня никогда в клубе нет. То есть к любому спортсмену у меня всегда одинаковые отношения. Но если ты халявишь, не тренируешься, бездарь, тебе будет меньше, конечно, внимания. Или же ремня побольше. Ну, вот так. Когда-то у нас был свой клуб. Мы снимали помещение. Сами для себя его сделали. Достаточно хороший клуб. Все вложили туда душу. Многие ребята туда не только душу вкладывали. Кто-то подарил там грушу, кто-то еще что-то. Но в течение времени вот карантин сыграл там. И получилось, что у нас не стало сейчас клуба. Сейчас мы арендуем помещение, время и тренируемся вот так. Карантин, это ковидный? Да, там парень, видать, выкупил здание и сказал, извините, мне не нужны. Нам пришлось за две недели разобрать весь зал. Все. А там, конечно, сейчас видите сами у нас и дети сюда. Хотя многие дети просятся, я просто не могу их. Ну, вот такие шпендики. Они остались с того клуба, когда у нас был свой. У нас отдельно тренировались и детишки, и взрослые. Молодежь вот перешла сюда более-менее там 15-16 лет. А детишки вот такого возраста, они остались в другом месте. Но в данный момент у них сейчас там тоже закрылось. Скорее всего, кто-то сюда еще придет. Но на них у нас внимания мало. Потому что все-таки, если я буду сейчас на детишек здесь обращать, мы более-менее ребята-профессионалы, они просто скажут, зачем нам. Потому что вот, например, Бакытов Азамат, для него вот у нас спарринг-партнеров уже не так много. Поэтому он ищет где-то там нагрузиться, в другие залы приходит. Ну, стараемся, чтобы молодежь все-таки конкурировала, давала бой. Все мы разные. Я думаю, чем разнообразнее будут тренера, тем лучше. Да, дисциплина обязательно, для детей дисциплина обязательно. Ну, когда люди взрослые, когда ты своим примером показываешь, как должно быть, я думаю, они должны стремиться к этому. А если много кричать и орать, а толку там стоять в стороне... От спортсмена может быть вопрос, а ты сам-то это можешь сделать? Что ты от меня требуешь? Ну, такой у меня подход. Я погнал! Давай! Давай! Руль дай! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова